Что касается Курской области, в Курской области площадь украинского плацдарма сократилась на 40 моментов с момента максимального продвижения ВСУ в августе. Я хочу обратить на это ваше дополнительное внимание, потому что многие издания просто жонглируют различными цифрами, вводя людей в заблуждение. Кто-то мог подумать, что значит на 40 процентов сократился украинский плацдарм с момента, я не знаю, начала нового российского наступления. Это не так. С момента начала нового российского наступления Россия заняла два населенных пункта, из которых оба стерты в пыль. Это Ольговка и это вот как раз дарено на минувшей неделе, при этом понеся огромные потери. Вот эти вот 40 процентов потерянные с момента максимального продвижения ВСУ, которое на самом деле не было закреплением. То есть, это продвижение, оно считалось по передовым отрядам ВСУ, когда там они рисовали, помните, там 900 квадратных метров, 1300 квадратных метров и так далее. Это на самом деле не территория, которая была захвачена ВСУ, это территория, докуда они условно дошли. И вот эта территория сократилась на 40 процентов, потому что в момент, когда Россия начала контрнаступательные действия, ВСУ просто отодвинулись, во-первых, очень сильно на те позиции, которые были укрепленными. Потому что пытаться держать передовые позиции, где там часто просто один БТР, допустим, доехал до туда, это довольно бессмысленная история. Поэтому какого-то существенной потери контроля над территорией контролируемой ВСУ в Курской области за последние два месяца не произошло. Вот, ноябрь, октябрь, там Россия пыталась штурмовать, ничего не получается, серьезных продвижений нет. Были заскоки, когда Россия пыталась, что называется, там сходу залететь в тыл. Там, как вы помните, случился в том числе расстрел украинских дроноводов российскими военными. Но оттуда они были выбиты, более того, понесли масштабные потери. Так вот, несмотря на потерю 40 процентов от максимальной, напомню, точки, тем не менее на этом направлении российские войска могут похвастаться лишь ограниченными успехами, окончательно заняв до арена и продвинувшись немного в районе Плёхова. В течение недели были отбиты как минимум два крупных российских механизированных штурма на рубежах Зелёный Шлях и Новоивановка. По подсчётам аналитика на ICO, на основе визуальных материалов в период с 11 ноября по 25 ноября 2024 года в СРФ потеряли на Курском направлении как минимум 80 единиц техники, ВСУ, в свою очередь, 22, то есть потери 1 к 4, если берем голое сравнение по технике. Таким образом, общие российские потери в этом операционном районе наконец-то превысили украинские 383 единицы против 337. Поэтому это стало ещё одним направлением, где Россия теряет гораздо больше техники, чем ВСУ. Собственно, потери этой техники, личного состава и, собственно, серьёзного сокращения российского потенциала в резервах приводит успешная оборона украинских военных, которым мы с вами должны помогать, потому что сейчас очень тяжёлая ситуация для ВСУ, в принципе, она никогда не была лёгкой, но сейчас это обостряется тем, что, как многие предполагают, и я скорее с этим согласен, российская армия во главе с Путиным старается достичь как можно больших успехов к возможным началам переговора по инициативе Трампа в январе 2025-го. Поэтому Россия пытается любой ценой выбить ВСУ из Курской области, захватить максимальное количество городов, населённых пунктов и территорий на территории Украины до начала этих переговоров для того, чтобы приобрести более выгодные позиции для этих возможных переговоров. Честно говоря, я не до конца понимаю, как именно может существовать заморозка, о которой сейчас все говорят. Вот чем больше я об этом думаю, тем меньше я себе представляю этот сценарий. Ну, может быть, поделюсь с вами как-то отдельно, а может, не буду, потому что уже много раз делился. Прошу прощения, всё ещё болею. Но, тем не менее, действительно, эта спешка очевидна есть, её фиксируют обе стороны. В целом же неделя оказалась рекордной по темпам продвижения ВСРФ, отмечает агентство со ссылкой на данные Дипстейта. Российским военным удалось занять 234 квадратных километра, в основном за счёт продвижения на Времевском выступе. Продвижение с начала ноября на 600 квадратных километров также оказалось рекордным, по крайней мере, за 2024 год. На фоне масштабных потерь ВСРФ и неспособности ВСУ стабилизировать фронт, обе стороны отметились громкими перестановками в высшем командовании. С поста командующего российской группировкой войск Юг сняли генерал-полковника Геннадия Анашкина. Вероятно, из-за ситуации на Северском выступе, где даже Зет-каналы отмечали бессмысленные штурмы и лживые доклады. Место Анашкина занял генерал-лейтенант Александр Санчик, ранее руководивший группировкой Восток. Про него пока ничего не знаю. Кроме того, заместителем главкового сухопутных войск РФ стал легендарный генерал-лейтенант Рустам Мурадов, известный огромными потерями в попытках взять угледар зимой 22-23 года. Это уморительный персонаж, и, опять же, в Зет-каналах такой вой стоял, значит, когда его назначили, потому что они такие, да как, за что, да чем мы заслужили? Опять же, возможно, сделаю по этому поводу отдельный ролик. Очень много сейчас есть, честно говоря, важных событий, которые хотелось бы осветить. Вот, но по три ролика в день будет же многовато, наверное, да? Поэтому я по ним, по части из них прохожусь в сводках. Вот, но, возможно, про Мурадова я как раз отдельно сделаю, Зет-вой, потому что, ну, вы просто не понимаете масштаб этого. То есть, ну, это Лапин на максималках. То есть, он просто столько, столько про него плохого пишут все. Солдаты, Зет-блогеры, все на свете. И то, что его поставили, ну, то есть, на Белоусов же какая надежда была у Зет-блогеров? Что, значит, вот Белоусов придет, порядок наведет, разберется там с оснащением, разберется с нерадимыми генералами, всех поставит за коррупцию и так далее. И вот, когда назначают Мурадова, все такие, да как? Мы же думали же все, же как бы отмучились. Хрен вам. Российская армия работает именно так. Поэтому это назначение мы с вами категорически приветствуем, по крайней мере, я. Так же, как и приветствуем назначение ВСУ. ВСУ, в свою очередь, сменился командующей сухопутными войсками. Это довольно важная должность. Раньше, например, ее занимал Сырский до того, как стал главковым. Новым командующим сухопутными войсками стал генерал-майор Михаил Дропатый, который с января 2024 года занимал пост замначальника Генштаба, а в мае принял командование ОТГ Харьков, остановив фактически российское наступление на город. Ну и вообще на эту область. Заместителем главкома ВСУ Сырского назначен командир 95-го ДШБР полковник Олег Апостол. Украинские телеграм-каналы, очень критически, как правило, настроенные к решениям властей, в том числе военных, приветствовали оба назначения, охарактеризовав Дропатого и Апостола как боевых офицеров и выразив надежду на позитивные изменения в ВСУ. Я вам даже больше скажу. Ну, я общаюсь с некоторыми людьми, которые в том числе довольно много говорили про то, как необходимы кадровые изменения в украинской армии, в высшем командовании. И я говорю, а вам как? Они говорят, супер. Ну, они сказали так, хорошее начало. И в этом смысле, конечно, я вижу реакцию просто тех, кто месяцами говорил про проблему с генералитетом украинским, что очень там, мягко скажем, консервативные люди, которые в том числе несколько приукрашивают ситуацию. И, конечно, назначение Дропатого командиром сухопутных сил – это довольно важная история. И почти все, уважаемые мной, украинские публичные военные, украинские ресурсы, да почти все, все пишут, что это очень хорошее назначение и дает очень такую серьезную надежду на то, что действительно будут серьезные изменения, потому что, как ни горько это признавать, к сожалению, не только с российскими безумными штурмами и невероятным расходом ресурсов, а также превосходством с точки зрения авиабомб, самолетов и ракет связаны российские относительные успехи на линии фронта, они связаны в том числе с проблемами внутри вооруженных сил Украины. И, как бы, эти назначения многим дали надежду на то, что эти проблемы будут решаться, причем в самое скорое время. Я к этой надежде присоединяюсь, сам я не разбираюсь в очередной раз, напомню, в украинской армии, в украинской политике. Я не украинский гражданин и не собираюсь им становиться, но я, собственно, собираю информацию с публичных источников, с открытых источников, с людей, значит, которые воюют непосредственно на линии фронта и так далее. И они все очень-очень этим назначением довольны. Поэтому, будем надеяться, это действительно позволит укрепить вооруженные силы Украины, укрепить волю украинского народа к сопротивлению и к, собственно, отбитию, остановке, агрессии российских сил. С другой стороны, командование воздушных сил ВСУ за неделю отчитывалось о перехвате 356 российских БПЛА, в том числе типа «Шахет» из 724 запущенных по территории Украины. Еще 336 беспилотников были локационно потеряны, то есть посажены средствами РЭП или оказались сложными целями. Издали «Анлимон» пишет, что в Украине научились децентционно менять полетные задания, таким образом сбивать шахеды с курса. В ночь на 26 ноября отмечался пуск рекордного числа беспилотников – 188 единиц. Налет привел к отключению электроэнергии на 70% территории и Тернопольской области. Кроме того, сообщалось о пуске 95 ракет, различных типов. Из них 91 была запущена в ночь на 28 ноября во время очередного массированного налета на энергетическую инфраструктуру Украины. И вот здесь, почему я сказал с другой стороны, потому что в воздушных силах ВСУ отчитались о нейтрализации 80 ракет. Однако эта статистика вызвала критику украинских каналов, которые, мягко скажем, усомнились в результатах работы ПВО. И каналы довольно известные, авторитетные. Это Николаевский Ванюк, это Стерненко. Также отмечалось применение ракет с кассетной боевой частью, что тоже важное изменение, потому что это такой поражающий элемент. Именно когда это по гражданской инфраструктуре используется, что само по себе военное преступление, это наносит еще больше урона. И, собственно, некоторые украинские каналы сказали, что данные, собственно, украинских военно-воздушных сил были несколько завышены с точки зрения перехвата. И, в отличие от российской стороны, это довольно нетипично, потому что в целом украинские силы отчитываются, стараются, по крайней мере, отчитываться довольно честно. Они говорят, вот столько перехватили, вот столько не перехватили. Как вы помните, у российских сил они всегда все перехватывают, но обломки как бахнут, так вообще все горит, взрывается и так далее. Вот. И, собственно, в ответ на критику некоторых украинских каналов, украинские воздушные силы дали некоторые пояснения довольно развернутые. Ну, в общем, им не насрать, что пишут в каналах. Это хорошая тенденция, но будем надеяться, что и силы смогут работать успешнее, эффективнее, особенно если действительно удается теперь сбивать шахеды с курса, и что все-таки будет определенный уровень прозрачности, доверия, потому что это важно. Люди должны доверять своей армии. Почему российская армия настолько неэффективна? И почему я говорю, что она неэффективна? Потому что, обладая просто сверхресурсами по сравнению с украинской армией, ну, то есть больше всего танков, БТРов, личного состава, потому что обычно, когда сравнивают личный состав украинский, личный состав российский, берут то общие цифры. Но там другие пропорции с точки зрения количества людей непосредственно на ЛБС. Украина больше в тылу, а у России больше, соответственно, на передовой. Поэтому четвертое важное – это то, как можно использовать этот личный состав. То есть Украина не может делать местные штурмы, которые делает Россия, просто потому что никто не простит это военному руководству и так далее. Россия же просто запугивает людей и говорит, мы вас обнулим, еще чего-нибудь такое. Ну, в общем, такой настоящий тоталитаризм. И в этом смысле очень важно, чтобы армии доверяли, потому что это дает мотивацию, это дает возможность сражаться, это дает синергию между обществом и армией, и в итоге приводит к победе. Если армия держится чисто на страхе, то даже имея количественное преимущество и техническое преимущество по определенным направлениям, например, фабам в своем ПК и так далее, эта армия может проиграть. И, собственно, мы видим сейчас на поле боя, что несопоставимые потенциалы, которые у России пока все еще остаются больше, не приводят к невероятным прорывам и уж тем более быстрым. Мы видим, как Россия Киев захватывает уже три года, значит, в итоге захватывалась до потери части Курской области.